Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас с вами наконец-то новый мукбанг. Сегодня у нас борщ и отбивные. Я очень люблю отбивные. Готовила сама. Получается безумно вкусно реально. Только что приготовила, то есть они не резиновые, а действительно очень вкусные. Такое сочетание просто идеальное. Здесь у нас черный хлеб, листья салата, помидорки черри, сметанка, оливочки. И очень странно, но я буду запивать айраном. Айран я очень люблю. Могу его пить с чем угодно. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Здесь у нас еще соевый соус. Я люблю эти отбивные брать и вот так вот макать еще и в соевый соус. Получается просто бомба! Вкусно чища. Я еще немного пересаливаю. И наваристый классный борщ, который приготовила мама. Не собиралась я снимать мукбанг. Но потом вдруг решила, думаю, а что же не снять? Последние два дня у меня какое-то очень странное самочувствие. Непонятно, что конкретно у меня болит, но чувствую я себя, мягко говоря, не очень. Просто ломит все тело. Такое ощущение, что я работала где-то на стройке. Причем такое самочувствие. У меня уже два дня и не только у меня, но еще и у мамочки. Возможно, это какой-то вирус, про который мы еще даже не знаем. Но сегодня я пришла к вам с радостной новостью. И даже мне самой не верится, что я здесь рассказываю про это наконец-то. Можете меня поздравить. Я купила квартиру. Ура! Надеюсь, что большинство моих зрителей действительно очень обрадуются за меня. потому что я копила. Я этого хотела. Я вам про это говорила. Говорила даже не раз. Много раз говорила о том, что в этой квартире очень много минусов. И здесь бы я жить не хотела. Давайте расскажу с самого начала. Изначально у меня в голове был такой вариант, что я хочу построить дом. И я ходила, смотрела. Дело в том, что там, где я хочу, одна сотка стоит 35 тысяч долларов. Одна сотка. А мне как бы для полного счастья нужно 6 соток. Смысл иметь частный дом. Если ты не можешь свою машину припарковать все во дворе, не знаю, построить там бассейн, к примеру. Потом начала смотреть более дешевые направления. Сравнивать цены и все дела. Я как-то, знаете, устала от этой именно от городской суеты. Реально очень устала. Мне хотелось жить за городом. В общем, много вариантов я посмотрела. Есть даже специальные компании, которые в рассрочку строят тебе дом как бы в ипотеку, получается. Три года ты платишь и все, готовый дом тебе заходи живи. Дизайнерский дом. Очень-очень красивые дома. Стоит, конечно, дорого, понятное дело. Но самое главное можно в рассрочку. Для этого, опять же, у меня была определенная энная сумма, из которой я могла бы купить землю, а потом уже дом построить в рассрочку. честно, я не нашла вариант, который мне по душе. Поэтому я вспомнила про другую свою мечту, про которую я тоже вам рассказывала. Мне кажется, вы знаете абсолютно все из моей жизни. Я вам говорила, что я хочу квартиру с панорамными окнами. я хочу, чтобы я из лифта сразу заходила в гараж. Какой-то премиум жилищный комплекс хочу. Вот это все у меня в голове крутилось, когда я поняла, что то, что мне по душе я не могу найти, я решила присмотреться именно к квартирам. Жилищные комплексы, которые только-только строятся, там можно намного дешевле купить, нежели в зданиях, которые уже достроены. И плюс самое главное можно купить в рассрочку. И всего-то навсего для первоначального взноса вам нужно всего 20%. 20% это, в принципе, немного. Оставшуюся сумму можно поделить на 5 лет, не больше 5 лет, кстати. Это не ипотека, это просто рассрочку с застройщиком. Я посмотрела жилищные комплексы и поняла, что много чего мне по карману. Я могу даже больше 20% заплатить. Нашла вариант, который мне нравится и решила не делить на 60 месяцев, а поделить на 36. Почему я так решила? несмотря на то, что в рекламе везде нам говорят, что беспроцентный кредит все равно вы платите 9% годовых. Поэтому, кстати, многие застройщики умалчивают, потом, когда вы уже считаете, вы понимаете, что процент там все-таки есть. небольшой, но все же. Я поняла, что если я возьму на 5 лет, я сильно переплачу. Ну, как сильно? Около 20 тысяч долларов. Даже нет, не 20, чуть меньше. Я поняла, что я не хочу переплачивать. Решила взять квартирку поменьше. У меня получается 66 квадрат. Очень классный проект. Вставлю вам куда-то сюда мой проект. Можете сделать скрин и посмотреть подробно. Там два балкона, один большой, другой достаточно маленький. Почти один квадрат, совсем малюсенький из кухни. В общем, моя квартира пока что не готова, поэтому, к сожалению, я не могу вам показать рум-тур. Но когда она будет готова, мы будем с вами вместе там делать ремонт, я буду все показывать или рассказывать просто на мукбанке. На мукбанке, возможно, просто буду рассказывать. вот многие мне писали, что в этой квартире нужно делать ремонт. Я считаю, что в этой квартире ничего не нужно делать. Ее просто нужно встать и переехать, жить в новый какой-то ЖК. потому что подземного паркинга нет. Во дворе машин с каждым годом становится все больше и больше. если ты приезжаешь позже, например, в 6-8, ты уже не найдешь места для своей машины. Ты обязательно кого-то закрываешь, потом пишешь свой номер телефона, потом в 6-7, когда этот человек собирается на работу, он тебе звонит, ты спускаешься, двигаешь свою машину. В общем, это безумно неудобно. Я готова платить, лишь бы моя машина была в гараже. Это еще ладно, у меня сейчас не очень дорогая машина, а вдруг когда-нибудь дела пойдут в гору, я начну супер хорошо зарабатывать. Я всегда себя вот так программирую. Всегда. Я всегда себя программирую, что вот завтра будет еще лучше, чем сегодня. В общем, за квартиру я заплатила 50%. Остальные 50% я буду платить в течение 36 месяцев. Мне поделили сумму я радостно я хожу. Не знаю, когда я налично купила квартиру, это были немножко другие ощущения. Пока что у меня нет как бы полного осознания, что квартира моя, потому что я не заплатила за нее до конца. мне кажется, полное осознание у меня будет тогда, когда я закрою кредит полностью. Закрывать его раньше срока, если даже у меня есть деньги, смысла нет, потому что я взяла в рассрочку в беспроцентную. Мне выгоднее эти деньги просто положить на депозитный счет, но не платить. поэтому свой кредит я закрою дай бог ровно через три года. Не идем раньше. Я уже первый месяц заплатила, кстати. Вам рассказываю спустя прям ровно месяц. Я так и собиралась на самом деле. Я собиралась первый месяц заплатить и потом вот сесть и рассказать вам. Так что так и произошло. Буквально четыре дня назад я заплатила за первый месяц. Такая счастливая ходила. Цена на недвижимость реально настолько подскочили. Это просто ужас. Эту квартиру я купила ровно в два раза даже больше дороже, чем первую квартиру. Хотя то, что купила я три года назад, она уже была с ремонтом. Она была готовая. А здесь получается мне еще очень много денег нужно вложить в ремонт. я бы хотела делать ремонт не самостоятельно, а дизайнерский ремонт хотела бы. но по крайней мере сейчас я так планирую. Не знаю там как получится, как с финансами тогда будет. ну чтобы вы понимали, я просто беру кирпичи. Это даже перегородки между стенами нужно будет строить самостоятельно. Даже их не будет. Представляете? Поэтому представьте себе насколько сильно подорожали общие квартиры. Но еще надо учитывать, что это премиум жилищный комплекс. И еще надо учитывать, что моя первая квартира это всего 51 квадрат. А тут у нас 66. И это двушка. А там это была однокомнатная квартира. Я уже на азербайджанском своем канале рассказала про эту новость. Столько было положительных комментариев, столько приятных слов. Представляете, ни одного негативного комментария не было вот настолько. Я снимала видео где-то 8 месяцев назад я там говорила о своих желаниях. Как бы личный дневник, но очень личный. Там я говорила пункты, которые я хочу осуществить за 5 лет своей жизни. То есть это как бы письмо самой себе. Видео, которое само по себе выйдет через 5 лет на моем канале. Я просто вспоминаю, что я там говорила. Я говорила про то, что я хочу зубы. Хочу сделать Венеры. Я говорила про то, что хочу встретить любовь. Я ее встретила. Я сейчас безумно счастлива. Я говорила о том, что я хочу купить квартиру. Через 5 лет уже жить там. Дай бог получится. То есть все, что мы визуализируем себя, как программируем, как он на самом деле получается. квартиру я должна была купить еще в феврале. я в феврале для вас снимала даже влог, когда ездила, смотрела, показывала вам и говорила, что я все-таки сомневаюсь, не знаю, брать или нет. В общем, тогда в феврале я ее не взяла. Потом начала ходить, смотреть земли, другие варианты, другие МТК. А в конце, за этот период, пока я думала, это где-то 4 месяца, там, кстати, квартиры сильно подорожали. Я, получается, проиграла кругленькую сумму. Просто из-за того, что я тормоз. Но меня брат успокаивает, он говорит, значит, так суждено было. У меня еще, знаете, консультант, так и сказал сразу, квадрат со следующего месяца подорожает. Я почему-то подумала, за пару месяцев никаких сильных изменений не будет. Что может произойти? так. Короче, тупануло я немножко Надо было брать прям в феврале На феврале я собиралась покупать трехкомнатную квартиру 98 квадрат А в конце я остановилась на 66 Двухкомнатной В общем, такие вот дела Надеюсь, что вы тоже рады за меня Вообще, я желаю всем, у кого нет своей недвижимости Или есть, но они хотят вторую, третью и так далее Ставить перед собой цель и обязательно идти к ней Я для вас, например, пример В этой квартире тоже мне никто не помог То есть сказать, что, например, папа продал свою какую-то квартиру, машину Прислал мне деньги, помог мне Такого абсолютно нет Все денюжки, которые я собрала, собрала собственным трудом Я вам уже говорила, что я всегда 50% своей зарплаты стараюсь откладывать На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца В этот раз мук вам получился немножко длинным Потому что много чего хотелось вам рассказать Все было безумно аппетитно и вкусно А вы не забывайте ставить лайки И подписываться Всех люблю Пока Субтитры сделал DimaTorzok